Более 50 руководителей крупных и средних предприятий из разных городов нашего региона приняли участие в очередном заседании областного совета директоров и союза нанимателей. Встреча состоялась на базе Гродненского мясокомбината. Речь шла о техническом перевооружении предприятий. Характеризуя в целом процесс модернизации в регионе, Анатолий Гришук отметил, что у нас больше говорят, чем делают. Я сегодня хочу, чтобы мои коллеги, директора, высказали, что же мешает. Но мы не будем говорить о процентах за кредит, бесспорно. Экономика Беларуси, как она есть, так есть. У нас нет много денег. Не всегда дешевые кредиты, поверьте, начнут много строить, незавершенки и так далее. Человек должен выстроить, продумать, почему сегодня только полный нужен бизнес-план, проект. И тогда это включается в государственную программу. Но, тем не менее, много вопросов субъективных, которые мешают нам работать. Об этом будем говорить. Место проведения сегодняшнего заседания было выбрано не случайно. Гродненский мясокомбинат – одно из крупнейших в Беларуси предприятий. Открытое акционерное общество соответствует всем действующим стандартам и в условиях нарастающей конкуренции выпускает продукцию, способную удовлетворить самые взыскательные покупательские вкусы. Особое внимание здесь уделяют модернизации и техперевооружению. Мы строим новый цех. Объем института более 20 миллионов евро. И, конечно, я расскажу, как это делалось. Мы взяли кредит, иностранную кредитную линию, 5,5%. Мы претендуем на банк развития под небольшие относительно проценты. Но для этого нужно, правда, четкий бизнес-план. И все это у нас сделано. Не для банка, а для себя бизнес-план, который будет. Все по нему делается. Мы проработаем. И сегодня мой заместитель в Москве уже продает будущую продукцию. Мы уже говорим о ней. Мы уже пробиваем, где она может продаваться. Была затронута и тема импортозамещения. Как отмечалось, многое из того, что закупается за границей, можно выпускать в области. Когда мы начинаем вникать, что не сделаем, почему-то у нас дороже получается. И, наверное, здесь нужно все найти эти резервы. Четко найти, предопределить. Опять же, конечно, дорогие кредиты предопределяют. Но вы находите ребята-инвесторов, которые привезли деньги, привезли технологии, ему так хватит. Все не гонится никто ни на Западе, ни в России за сверхприбылями. Прибыль 10%, чуть больше инфляции устроит любой инвестор. Но вы убедите его, если у вас нет денег. Подводя итоги заседания, его участники пришли к выводу, что в обязательном порядке необходимо не только иметь конкретные бизнес-планы по техническому перевооружению, но и незамедлительно приступить к их реализации. Евгения Филиппова, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова